Продолжение следует... Продолжение следует... Нюкса. Очень классный такой атмосферный сет. Очень мне нравится. Достойный приз достойному победителю. Ждем пока. Загружусь я. Загрузить дота. И ребята тоже загрузиться. Зашел у нас, кстати говоря, в лобби второй админ нашего турнира. Точнее, первый, я второй. И что в итоге? И он не загружается. Косяк. Косяк. Что поделать? Вот он и заходит в дотан. Сейчас, думаю, загрузится. Поспамьте ему за это. Поспамьте там. Пишите. Димас не загружается. Пишите там. Димас. Делет. Дота. Вот так вот. Пишите, чтобы... В следующий раз он дотку не закрывал во время турниров. И не ждали его. Все игроки. И самое главное, я не ждал его. Напомню еще вам, дорогие друзья, что в данный момент у нас проходит турнир 5 на 5. Выходит сейчас он на свою финальную стадию. Уже почти все игры в группе сыграны. И совсем скоро уже начнутся игры на вылет, игры плей-офф. А пока ждем, пока загрузится Дмитрий. Продолжаем спамить Дмитрию, чтобы он удалил доту и больше не мешал. Игрокам в финале. Остается у него 10 секунд. Но он вроде уже почти загрузился. Или нет? И что? И мы без него не дочтем! Ё-моё, блин. Выкину я его из лобби и поехали еще раз. Отрицательно маштал мне сейчас головой. Но я его не слушаю. Стартуем мы без него. Посмотрит он лучше на стриме. Или потом в записи на ютубе. Запись, кстати, этого финала будет висеть и у нас в группе. И еще после финала пойдет у нас розыгрыш. Розыгрыш сета на Дэдхантера. Тем временем начинается у нас игра Кедрис против Крейзи на Квин оф Пейн. Квин оф Пейн. Альтентер пишет. Кедрис, давай, давайте, ребята. Быстрее начинаем. Альтентер. Пишу я. ГВ ХФ. Удачи. И веселой игры. В русском переводе. 20 секунд. И стартуем. Люблю я смотреть за противостояниями Квин оф Пейн на миде. Потому что получаются очень динамичные битвы. Много разменов. Интересные файды. Разные раскачки. Ну и самое главное Квин оф Пейн. Красивая дама. Не без этого, конечно. Не без этого. Смотрим сразу на закупы. Пока ничего, ребята, не закупают. Prepare for battle. Простите за мой английский. Ну, видим стандартный закуп от Кедриса здесь. Ну и талисман. Две веточки. От Крейзи, в принципе, то же самое практически. Ну и талисман. Продает он свои тангусы и берет тоже две ветки. Абсолютно идентичные закупы. Надо мне настроить камеру. Поприятнее так будет смотреть. Летает. Все летает. Готовы, ребята, уже. Блощадь грипов. 30 секунд. До начала. До начала. Все на взводе. Я на взводе. Зрители готовы. Все готовы. Звучит у нас гонка. Я вылетаю почему-то. Наверное, потому что я альтабнулся. Но сейчас я быстро вернусь. И начнется финал. Заходим, заходим, ребята, также на твич и пишем там в комментарии свои вопросики, отзывы и все такое. Сгрузись, пожалуйста, дота. Не могу я подвезти ребят. Не могу совсем. Ага! Вот и мы в игре пошли уже размены шаттл-страйками. Просели ребята по хп. Примерно одинаково. Принес уже себе кедр здесь фласочку. Крэзи принес себе тангуса. Но я думаю, все-таки фласочка более правильный выбор. Забирают пока здесь ребята крипов. В принципе, равная ситуация. Размен с шаттл-страйками и кедрис и выйдет блинком. Пару тычек. Еще бы одну кедрис дать и, может быть, убил бы. Нет, уходит спокойно Крэзи. Получает только плюху от тавора кедрис и использует фласочку. Видимо, Крэзи тут. Осталось 50 хп, но он отъелся спокойно тангусами, и все у него нормально. Прогрессировал немножечко кедрис, но... Спокойно Крэзи уходит с блинка. Принес себе Крэзи фласку и отпевает, и вернется сейчас на линию. И удалось за счет этого небольшого преимущества вырваться кедрису вперед. Крипстаты, видим, очень ровные. Еще одну фласочку принес себе кедрис. Чтобы поприятнее было стоять, понадежнее, так скажем. Обмен нашел с шаттлстрайками и уходит Крэзи. Видимо, у кедриса фласка есть. Второй уровень шаттлстрайка. У Крэзи первый уровень шаттлстрайка. Немного в проигрыше он находится в этой ситуации. И видим, по крипам у него 6 кедриса. 12, но... Ошибается он, использует фласочку раньше времени. И в итоге шаттлстрайком забивает он ее себе. И теперь тяжело ему будет, несет он себе уже еще одну хилку. И поосторожнее надо будет ему сейчас быть, чтобы не отдать первый фраг своему противнику. Видим, что Крэзи решил качаться через скрим. Не маклит с шаттлстрайкой. Возможно, правильно делает. Уходит немного он. За счет этого будет выигрывать он, конечно, по демиджу, но... Стоять полегче все равно будет Кедрису. За счет того, что... Постоянно харасить он будет Крэзи своим шаттлстрайком. Видим, оба игрока имеют 4 уровни. И фармят, видимо, свои ботлы. Здесь 700 голдовый Кедрис и... Берет он себе ботл, конечно же. Хочу заметить, что в этом патче... Очень сильно порезали у нас ботл. Намного меньше. Он уже сейчас хилит и восстанавливает маны. За счет этого, надеюсь, станут подинамичнее наши турниры 1 на 1. Видимо, принес себе ботл. Кедрис тут же... Не получилось у него заявить с шаттлстрайка и... Крэзи тоже не вышло. Выкладывает здесь 0 Кедрис и... Бегенится ботлом. Крэзи же... Тоже закупается ботлом и несет себе его. Жду я, когда ребята получат 6 уровень. Тогда, наверное, мы увидим первый фраг. Кедрис уже имеется 6. Крэзи пока нет. Видим, вырывается по крипам Кедрис уже далеко вперед. 24 на 9 его крипста. У Крэзи 10 на 4 всего. Отхиливается он тут ботлом. Обузит его. Пошел на линию добивать крипов. Ну, врыв от Кедриса. Нет! Нет! Отключается он от игры Крэзи. Что-то, видимо, происходит у него. Может быть, интернет вылетел или что. Пишет вопросик Кедрис в чат. Не знаю. Писал нам тут Крэзи перед игрой, что ему, может быть, мебель привезут во время игры. Ну, я не думаю, что из этого он бы вылетел из доты. А может и да. Злостный диван. Может быть, ему какой-то привезли. Злостные доставщики мебели потребовали у Крэзи выйти из доты и пойти им помогать затаскивать диваны или что-то ему привезли. Ну, ничего, немножечко подождем. Думаю, Крэзи отпишет сейчас либо ВК нашему админу. Вы, кстати, все тоже отписывайтесь ВК нашему админу и пишите, чтобы он удалил доту и не мешал людям играть. А пока ждем Крэзи, посмотрим, что у нас пока тут по нетворсам. На 500 голды впереди Кедрис и возвращается Крэзи. Так. Гоу пишет Крэзи, Гоу пишет Кедрис. Не будем выяснять, что там произошло. Просто продолжим нашу игру. Включаю я опять крипстаты. Следим дальше за игрой. Пока пятый уровень у Крэзи, можно было попробовать бы Кедрису ворваться. Но блинг, блинг. Никуда, конечно, от него не денешься и... Тяжело просто так взять и убить противника. Если у него есть блинг. Видим, продолжает обусить боттл Крэзи. Кедрису здесь фуловая банка. Вырывается он на Крэзи, дает шедустрайк, шедустрайк в ответ. И Крэзи отблинка выйдет под тавр и уходит. Не был у него еще шестого, и, конечно, размен был в любом случае не в его пользу. Отпивается он здесь боттлом. А тем временем Кедрис не дремлетый, наращивает свое преимущество по крипстату. Есть у него уже седьмой левел, у Крэзи пока пятый. Продолжаем мы наблюдать за финалом турнира Баблгам. И в эдит Крэзи шедустрайк в блинком. Неплохо сыграно, так скажем. Неплохо. А у Крэзи другого выхода, по сути, нет. Ему надо сейчас очень хорошо играть, потому что... Преимущество не за ним. Что-то придумывать ему надо, чтобы как-то выйти вперед. Видим, Кедрис тычками пытается харасить Крэзи. Не дает ему подходить к крипам. Сам динает, что может. Крэзи тоже, видимо, не расслабляется. Продолжается у нас игра. Обузится Боттл. Видим, принес себе Крэзи вонт. Боттл. Все у него хорошо пока. А у Кедриса, тем временем, еще лучше. Есть у него уже сапог. Напомню, что на нашем... Потом напомню. Размин шизл страйками и ничем он не закончится, видимо. Так вот, напомню, что на нашем турнире запрещены руны и запрещен фарм лесных хрипов. По-моему, очень простые правила и очень справедливые. И включается какой-либо рандом. Харасит Кедрис скримом Крэзи. Есть у него уже четвертый левел того самого скрима. Очень больно достается Крэзи. С его одним нулем и 700 хп. Достается ему. Достается. Прервается Крэзи на Крэзи, как Кедрис. И за счет скрима и ульта его быстро убивает. Сразу закупается ПТшечкой. Хилочками. Подловил он на блинке своего противника. И... Отлично сыграл и заработал форстблат. Видим 41 крип уже у Кедрис и всего 16 у Крэзи. Принес себе ПТ Кедрис. Еще и Ботл заобузил. Нету Крэзи денег на ТП. Возвращается он на линию. Пишут у нас ребята в чатике, что... У меня все отлично. Сижу, надеюсь, что Никита Кедрис выиграет. Ё-моё, Кедрис, тебя зовут как меня. Тезка. Конечно же, теперь... Хотя говорят, что комментаторы должны быть непристрастны. Поэтому тоже я буду непристрастен. Но... Плюсик в свою колонку Кедрис уже заработал с моей стороны. Добивает он крипов отлично. Угоняет уже на 30 своего противника. Что делать, конечно, в этой ситуации Крэзи? Не умирать. Все, что я могу сказать. И вейдить любые... Любые нападения от Кедриса. Просто пытаться как-то... Не знаю, фармить потихоньку. Ловить как-то Кедриса на агрессии под тавер. И, может, тогда у него что-то получится. Зайвейдить, может быть, как-нибудь... Ультимейт или скрим в драке. Видим, врывается Крэзи. Получает тут же скрим. И взяет стики. И взяет стики Кедриса спокойно. Убивает 2-0. Отличная игра от Кедриса. Попробовал Крэзи как-то сагрессировать, но, мне кажется, зря это было. Стоило пофармить. Но это его решение. 1-0 в пользу Кедриса. Ждет нас вторая игра на Шторм Спиритах. Хостую я уже лобби. Сразу взлетает у нас Крэзи. Ставлю я 1 очко Кедрису. За За Radiant. Крэзи. Заходи. 1 очко Дайр. Ждем мы Кедриса. А вот он. Господа участники. Поехали. 1-0. Выигрывает у нас Кедрис свой матч на Queen of Pain. Сделав 2 безответных фрага. И ждет нас игра на Шторм Спиритах. Отключается Крэзи от игры. Видимо опять у него какие-то проблемы. Но думаю... Поставит паузу Кедрис. Возвращается Крэзи, берет Шторма. Сейчас начнется у нас игра через 30 секунд. Шторм Спирит против Шторм Спирит. Что можно сказать? Всегда я говорю, что не увидим мы фрагов до 6 уровня. А после 6 уровня точно не увидим. Но, как обычно происходит, кто-то убивает своего противника до 6, зарабатывает лишнюю экспу, голду. Потом получает 6 и добивает соперника второй раз. Получается очень динамичная игра. Быстро она заканчивается. Посмотрим, что будет у нас здесь. Видим классный сет у Крэзи. И еще и шляпы иммортальные. Классный, классный Крэзи. А у Кедриса стандартный Шторм Спирит. Ну, а ничего страшного. Как известно, в Доте решают скиллы прямые руки, а не сетики. Не в обиду, конечно, Крэзи. Дошел он до финала и заслуживает это тоже уважение. Большой молодец. Не первый раз, кстати, играет он на наших турнирах. Уже видел я его. Думаю, сможет он сейчас противостоять Кедрису как-то. Побороться, побороться за первое место на нашем турнире. И напомню, что победитель получает сет на Нюкс Ассина. Гудит у нас. Гонг. И начинается игра. Стопят ребятки крипов. По закупам видим все стандартно. Ну или две веточки. Как только появятся деньги, пойдут у нас первые хилки на линию. Видим, что лучше крипов заплочил Кедрис. Получится он за счет этого некоторой преимущественно начальной стадии игры. Смотрим, как будут ребята добивать крипов. И паузу ставит Крейзи. Неужели таки привезли мебель? Гоу пишет Крейзи. Все, слава богу. Начинается у нас заново игра. Возобновляется лучше, можно сказать. Размен ремнантами. Добиваются крипов. Все пока ровно. Как я и говорил, пошли у нас хилочки здесь. Продолжаем наблюдать за игрой. Хараси друг друга, ребята, пассивками. Сразу использует тут Крейзи свою фласочку. Отбивается, чтобы попроще ему было стоять. Кедрис. Крейзи. Крейзи. Думаю, несущественны его преимущества. Очень оно уж маленькое. Че по ботлам. Тут 560, тут 430. Еще фармить ребятам до ботлов. Фармить. Пару пачек еще надо будет забрать. И будут уже ботлы. Отлично сейчас было Кедрисом сыграно. Двух крипов подряд он добил. Не дал Крейзи на своем хг получить лишнюю голду. Несет он себе уже ботл. У Крейзи видим пока 560 голды. Но тоже думаю ботл скоро будет. Увереннее только ему надо добивать крипов. И все тогда будет нормально. Видимо, Кедрис совсем никаких шансов ему не оставляет. Добивает прямо из-под носа Крейзи крипов. Перенесла. Кует ему ботл. У Крейзи смотрим 600 голды. Ну давай, Крейзи. Мисс проходит у Крейзи. Не везет ему, конечно, страшно. Видим, вырывается Кедрис уже вперед по крипам. Думаю, будет стараться сейчас Крейзи выровнять как-то. Потому что на капле уже мы видим деньги на ботл. Быстрее, быстрее мчится Курьер. Тут падж бежит, скурит и такой. Оп, 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 оп. Видим, четвертый левел у Крейзи. Пятый у Кедрисов. Думаю, получится шестой. Стоит сразу же врываться на Крейзи. Реализовывать свое преимущество. Потому что иначе потом тяжело очень будет убить. Надо будет как-то ловить на ошибках. Или постараться очень сильно перефармить. Тогда проще, конечно же, будет убить. Смотрим Крейзи. Пятый. Кедрис здесь пятый с половиной. Размен тычками. Размен пассивками. Видим, по пол хп остается у обоих игроков. А будет боттл себе Кедрис. Забирает свой нулик. Почти догнал Крейзи. По хп тут Кедриса. Последний крип остался Кедрису. И будет шестой. Будет ли он сразу врываться? Шестой получает. Сразу же врывается на Крейзи. Тычка. Еще тычка. И убивает сразу же он Крейзи. Отличная реализация шестого уровня. И свое преимущество. 1-0. В пользу Кедрису. Крейзи пишет. Гуд гейм. Уверен Крейзи. Гуд гейм. Да, гуд гейм. Ге-ге. Вот так вот стремительно заканчивается финал нашего турнира. Победа достается Кедрису. Поздравляю я его с победой. 2-0 он выиграл. Мебель затаскает надо. Пишет Крейзи. Так вот в чем проблема. Но ничего. Крейзи. Приходи еще на будущие наши турниры. Участвуй. А Кедриса я поздравляю с победой. Свяжись с нашим админом. Получишь ты свой приз. А сейчас. Сейчас, дорогие друзья. Розыгрыш сета на Тайтхантера. Напомню. Что надо было сделать репост записи. Той, в которой разыгрывается собственно Тайтхантер. И состоять в нашей группе. Выхожу я из доты. Чтобы она не мешала мне. Открою сейчас я какой-нибудь сайт для розыгрышев. И определю победителя. Вот Кедрис, конечно. Молодец. Хорошо сыграл. Главное. Быстро. Результативно. Ну и. Может быть. Немного. Мебель. Крейзи. Помогла. Кедрису. Но с другой стороны. Не будем. Уменьшать его заслуг. И. Заслуженно он победил. Поздравляю его. Так. Ищу я сайт. Поставлю я вам на немножечко музыку. Пока найду сайт и разберусь со всем этим. Включусь уже собственно с розыгрышем. Пока музыки немного. Совсем чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok